ПЕСНЯ В книге «Земля людей» французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзопери есть фраза, которая давно стала крылатой, ее наверняка слышали многие. «Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит смотреть вместе в одном направлении». Такие простые слова, такой глубокий смысл. Общее направление взгляда — это общее направление жизни, в которой все творится и совершается с любовью. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Хантамансийский автономный округ, город Нягонь. Уютный, атмосферный, приветливый. Родина нашей героини, матушки Светланы Негамедьяновой. Когда все сюда съезжались, я слышала, что всегда были двери все открыты, вот мама мне рассказывала в детстве. То есть если нужны были медикаменты людям или нужна была помощь, можно было всегда постучать в дверь к соседям. И вот такой дух взаимопомощи здесь всегда царил на севере и поддержки друг друга. Хотя люди были разных национальностей, по разным причинам все сюда приехали, но север многих объединил. Мама Светланы приехала в строящийся город из Свердловской области. Педагог по классу фортепиано она практически оказалась у истоков первой в Нягоне музыкальной школы. Папа был из первостроителей. Его жизнь трагически оборвалась в неполные 40 лет. Старшей из двух дочерей, Светлане, было всего два года. Мама сделала для нас все. И самое интересное, что она, видимо, себе такую нашла опору, вот эта церковь. И благодаря этому мы росли при храме, в храме. Это была наша опора для нас вот троих. Церковь во имя святого Алексея Московского в Нягоне в то время еще строилась. Поэтому осердевшая семья в любой поездке, в любом паломничестве стремилась в храм. Когда бывали в Тюмени, шли в Знаменский кафедральный собор. Особенно меня впечатлило пение. Вот мне было, наверное, лет семь. Я слушала хоровое пение, и мне было не тяжело стоять. Мне было просто очень интересно. И девушки, которые там пели, девушки, юноши в церковном хоре, они мне казались вообще ангелами, небожителями, которые могут так прекрасно петь. Это был хор имени старца Николая Гурьянова под управлением Матушки Любови, супруги-настоятеля Знаменского кафедрального собора, протоиерея Николая Цирки. Коллектив, известный далеко за пределами Тюменской области. И не случайно Светлана всей детской душой приняла красоту и духовную силу музыки, звучащей в церкви. Светлана училась в гуманитарном классе гимназии и музыкальной школе. Там преподавала мама. Так что вопрос с выбором профессии был предопределен. После девятого класса девушка поступила в Тюменский колледж искусств на дирижерское хоровое отделение. Любимое занятие, любимые подруги рядом. Время в колледже было чудесным. Мы вместе ходили в храм, мы пели в церковном хоре. Мы даже своими такими полудетскими, еще юношескими силами основали вокальный ансамбль, пели квартетом. Ездили на фестиваль, духовная песня православной Сибири в Тобольск. А храм в Тюмени был тот самый, в котором когда-то ее детскую душу покорило хоровое пение. И где в один прекрасный день исполнилась ее заветная мечта. Я подошла взять благословение отца Николая и так оказалась в хоре у Матушки Любови. В хоре были достаточно строгие правила. Например, сказали убрать челку с лица. То есть какие-то такие свои традиции были. Много очень выступали, пели на всех богослужениях. То есть полностью весь годовой круг богослужения у меня была возможность прожить в этом церковном хоре. Хоровой коллектив Матушки Любови Цирки – это не только профессиональная школа, но и школа общения, тренировки духовных качеств христианина, в частности, послушание, смирение. Можно не смириться, конечно, но обстоятельства жизни сложатся так, в другой сфере, возможно, жизни сложится так, что это смирение все-таки придет. С детства я к вере никак не относился. Потом я стал понимать, что все-таки есть высшие силы. И через знакомство с Евангелием, через знакомство с трудами святых отцов, я и пришел к православию. Я сейчас понимаю, что через эти события Бог меня вел к церкви. Потому что, оглядываясь назад, я понимаю, что в разных сложных ситуациях, это 90-е годы опять же, Бог меня оберегал. Молодой человек пришел в храм, многое переосмыслив и осознав. Башкир по национальности с красивым именем Флорид принял новое христианское имя – Еворест в честь одного из святых критских мучеников, чья память празднуется в день его рождения, 5 января. Я с ним познакомилась, когда он представился в храме своим христианским именем, и я его просто знала именно так. После армии в храме святого Алексея Московского молодой человек, тоже коренной северянин, проходил послушание, воцерковлялся. Светлана здесь же пела на клиросе. Но по-новому они взглянули друг на друга через несколько лет, в Тобольске, где Еворест учился в духовной семинарии, и куда Светлана приехала в составе вокального коллектива на творческий фестиваль. Естественно, как земляки, мы были рады друг друга видеть. Потом мы стали общаться, узнавать друг друга, и через общение я понял, что духовно, внутренне, в душе мы единомышленники. У нас была такая долгая очень переписка. Еще тогда даже не было сотовых телефонов. Мы общались письменно целый год, переписывались. И после этого уже прозвучало такое предложение о создании семьи. Я была готова, я знала, что идет к этому, потому что отношения юноши с девушкой как бы логические для меня, нужны были этим завершиться. Разница в 8 лет девушку не смутила. Со стороны молодого человека не было возрастного давления, но было другое, благодаря чему она в 18 лет согласилась стать его женой. Я не могу сказать, что у меня был какой-то образ принца, какого-то конкретного, с какими-то конкретными там латами, конем. Нет. Я думаю, что это случилось как бы по ощущениям, по ощущениям душевным. Время предсвадебной подготовки осталось в памяти Светланы ощущением бескрайнего счастья, окрыляющей радости. И сам День Венчания стал праздником, о котором она мечтала. Мои подруги приготовили для меня выкуп в русских традициях с песней «Вьюн над водой», с хороводами. Вызвали плач мамы, что они должны вызвать. Осознание этого момента, что вот выдаем, отдаем ему, вот она для него. Почему я люблю русский фольклор до сих пор, и часто вот в работе с детьми сама использую репертуар русского фольклора, потому что это действительно работает. Это так, это сила, которая вот за нами есть. Это вот наследие духовное и творческое наших предков. Почему, говорят, я слышала такое мнение, что обязательно нужно всегда играть свадьбу пышно? Это важно для сознания человека, для оставления своей семьи и перехода в новое качество. Это важно. Это не просто лишние деньги, лишние траты, напрасная суета. Это важно для перестроения сознания самих молодоженов. И эти песни, они помогают перестроению этому произойти. Или пышная свадьба помогла, или сама Светлана уже была готова к перестроению. Но с того дня она действительно стала женой. Сначала семинариста, а вскоре священнослужителя. Ну, священник – это ведь пастырь. То есть появляются автоматически посолные, а есть ответственная ответственность за их душепопечение у него, а у меня как у помогающей стороны. Как у... То есть мы должны быть заодно, мы должны всегда играть в одни ворота. Мы должны быть рядом и вместе. Рядом и вместе они 11 лет прослужили в городском поселении Таллинка, в 100 километрах от Нягани. Туда, после священческого сорокауста, отца его ареста назначили настоятелем прихода. Это все было с нуля. Он там был первым священником, который туда приехал как настоятель. И я могла полностью тоже заниматься и творчеством, и все это организовать так, как я это вижу, так, как мне бы это хотелось сделать. Вот у меня там был детский вокальный ансамбль «Радость моя», в котором пели и мои дети, и дети воскресной школы. Община – это коллектив, да, и поэтому бывает, что разные люди, у них разные мнения, и нужно решить те или иные вопросы, но при этом, чтобы сохранился мир. И, конечно, это сложно, но я думаю, что вот так человек внутренне начинает расти. Если священник реагирует при этом, продолжает реагировать по-доброму, понимающий, то они же это тоже понимают, и они смотрят и видят в этом пример для себя. Ну, я помню, кстати, одну из первых недель Великого Поста, когда мы приехали сюда на приход, и исповедь в храме продолжалась до двух часов ночи. И я, конечно, была так немножко удивлена, что неужели это так долго, да, и это может быть так. Но, с другой стороны, я понимала, что если бы я, например, стояла на исповеди сама, и батюшка сказал, извините, там, вы придете завтра, или приходите в следующий раз, ну, это просто невозможно. И просто понимая, что ты можешь оказаться ведь в роли христианина, который ждет поддержки. Понять, утешить, обнять любовью – в этом сила женщины и ее предназначение с древних времен. Не случайно матушка Светлана так любит русский фольклор. Песни колыбельные, хороводные, величальные, свадебные, частушки и колядки, плача и страдания. Это наша женская судьба, которая должна идти так, как шло у наших бабушек, прабабушек. Мы ничего нового не придумаем. И то, что это уже было, и это пройдено многими, оно дает поддержку, я считаю. Обращение к опыту наших предков, желание и умение расслышать его, прочитать душой во многом поможет и нам, и нашим детям, уверена матушка Светлана. Найки, наверное, свое предназначение, потому что женская доля, она ведь по-разному складывается у каждого. Кто-то в семье, кто-то в одиночестве проходит жизненный путь, кто-то с большим количеством детей, кто-то просто с семейной парой. Но, наверное, понять, что любой путь, он может быть благословлен Богом, и он нужен. И осознать возможность, ответственность за свой вклад. Свой вклад в общий поток жизни, начало которой дает Господь. Эта Светлана старается донести юным воспитанникам Нягонского центра детского творчества, где руководит детским хоровым объединением «Голоса друзей». Часть репертуара коллектива – мудрый и красивый русский фольклор. В Нягоне семья обосновалась после того, как в состав хантумансийской митрополии вошла новая епархия – Югорская. Отец-эворец получил послушание. Теперь он ключарь соборного храма во имя святого Алексея Московского. А матушку Светлану, владыка Фоти, благословил петь в архиерейском хоре. Когда находишься на богослужении, то это радостно, что и супруга поет в храме, стоит на богослужении, и дети тоже посещают детский хор. Это, конечно же, радует. Утешение. Мой супруг – он такой человек, который умеет распределить себя. Еще, может быть, в этом плане мне легче, что он не обделяет нас вниманием. То есть он понимает, что я тоже несу большую нагрузку, и у нас дети достаточно уже большие. Мы просто распределяем нагрузку. Нагрузка действительно большая. И в детском центре, и в архиерейском хоре. Периоды выгорания и усталости неизбежны. К тому же Светлана достаточно ранимая, восприимчивая, эмоциональная. Справиться с такой палитрой чувств бывает непросто, но и они божьи промыслы. Наверное, это дает полноту жизни ощутить. Вкус жизни глубже и горький, и сладкий. Разный. Всю палитру чувств прожить, пережить. А вот не зря у нас есть такой персонаж, что птица Феникс, которая возрождается, и снова идет петь, радоваться, радовать. А как без этого, да? Александра и Елизавета, дочери отца и в ареста и матушки Светланы, тоже личности творческие. Учатся в музыкальной школе и, конечно, поют в храме. Мечта мамы, чтобы и каждая из девочек встретила доброго, понимающего, духовного человека. И чтобы по жизни они смотрели в одном направлении. Пример перед глазами. Папа и мама. Отец в арест и матушка Светлана. Переводится с греческого языка благоугодный. Но это, кстати, его характеризует. Он достаточно такой неконфликтный человек по характеру, ищущий всегда путь примирения, путь компромисса. Семья – это место компромиссов. И каждый должен со своей стороны делать шаг навстречу. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи, мир вашему дому!